А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить и подписаться на канал Феликса. Он строит красивые дома в Майнкрафте, открывает кейсы с помощью симулятора кейсов CSGO и также делает монтажи с смешными нарезками популярных ютуберов. Если тебя это заинтересовало, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать проходить карту Ходячие Мертвецы. Я надеюсь, что она вам нравится, ведь действительно, ребята, это интересно и в тот же момент разнообразно. Поэтому, ребята, я все-таки буду очень сильно надеяться, если вы поставите лайк, ведь если мы наберем 700 лайков прямо сейчас, то следующая серия The Walking Dead выйдет в ту же секунду, как только мы это сделаем. И на втором плане это действительно будет очень для меня приятно, потому что каждый ваш лайк дает мне больше сил для записи новых видео. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, ставим лайки. Второе, это не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я могу хоть ответить даже на твой вопрос, если ты оставишь свой комментарий под этим видео, я его прочитаю, отвечу, также с тобой пообщаюсь. И последнее, ребята, не забываем вступать в нашу большую дружную семью. Я буду рад каждому новому подписчику, который подпишется на мой канал. Да, ребята, поэтому не стесняемся и подписываемся. И сразу же сейчас мы приступаем к прохождению, точнее к продолжению. Дайте я наушники одену. Опа. И сразу же, ребята, что мы делали в предыдущей серии? В предыдущей серии мы... Нет, мы это... Да, в предыдущей серии мы купили себе новый дом. Это офигенно, потому что в Майнкрафте вы можете покупать дома за ресурсы, тем самым добавлять себе выживших в ваш городок, который живет за этими стенами. А вокруг этих стен зомби-апокалипсис. В принципе, как реально ходячие мертвецы. Это, если честно, мне очень даже нравится. Что мы будем делать в этой серии? Ребята, я пока что не знаю. Давайте пойдем. Мы можем... Мы можем... Мы можем пойти... Давайте я сюда тпхнусь. У нас есть второе дополнительное задание. Первое дополнительное задание. То есть есть сюжетная линия, да? Как, допустим, в тех же других играх, в той же GTA или в других. Есть сюжетка. И возле этой сюжетки есть еще побочные задания, которые, в принципе, ну, может, как-то немного влияют на сюжетку, но они сделаны для того, чтобы ты имел больше возможности заработать... Заработать, заработать какие-то предметы, да? Чтобы выжить. Поэтому, ребята, это очень круто. Первое задание мы выполнили. Это охота. Сейчас второе задание. Это авария, да? Какая-то. Давайте сразу же приступим. Да, начинаем. Ага. Вертолет разбился неподалеку от этого места. Найдите вертолет. Офигеть, ребята. Давайте-ка я немного вот это убавлю. Вертолет, прикиньте. Вертолет. Сейчас. Ладно. Опа. А он. Вот он. Вот он. Вертолет, ребята. Офигеть. Давайте я им головы-то повыбиваю все, потому что нужно критом их бить, да? Чтобы просто-напросто больше урона им сносить. Вот так. Мы их убиваем, в принципе, с 3 удара, если учитывая то, что мы иногда критуем, да? Но все же, ребята, мы проходим дополнительные задания. Может даже в этой... Хотя, почему может? В этой серии, ребята, мы даже выполним... Мы даже выполним одно главное задание. То есть сюжетку. Ага. То есть новое задание. Обчистить вертолет, забрать все ресурсы и вернуться на базу. Я вас понял, капитан. Капитан, я вас понял. Мы сейчас быстренько это все обчистим. Главное, вот этих всех зомбарей поубивать, потому что их тут реально очень много. Дойдите, в принципе, все сюда. Вот так попал. Ага, этого убил. Плюс к тому, мы же получаем опыт. Опыт это круто. А с другой стороны, ребята, мы же выбиваем с них тоже ресурсы. Те же башки зомби за парочку вот этих башней, да? Каких нафиг башней. За парочку голов мы можем себе купить стрелы. О, нифига себе. Железо выпало. Офигеть, круто. Так, а ну секундочку, ребята, дайте-ка мне. Я поменяю шей... Не шейдеры, а текстур пак. Это будет, в принципе, для вас миллисекунда. Опа, мы вернулись. Я поменял текстур пак. И мы сразу же продолжаем, ребята. Сейчас я вот этого допинаю, вот этого, который еще на меня движется. И больше мы агрить никого не будем, я надеюсь. Да, мы, в принципе, сейчас спокойно можем сюда идти залутать. Тут ничего. Вот сундучок. Хух, новый меч. Десять стрел, две бомбы, одна хилка и два стейка. Давайте сравним. Давайте тут спрячемся, чтобы нас никто не заметил. Наше оружие. Пять урона тут. Тут, ух ты, нихрена себе. На этом топоре пять урона, минус пять процентов скорости. На этом мече семь урона, два кнакбэк, но минус четыре здоровья. Минус четыре здоровья, это в том смысле, смотрите, ребята, у нас стало меньше жизней. С топором у нас один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять сердечек. А с этим мечом у нас, ребята, восемь сердечек. Вот тут даже есть эффекты на оружие, которые накладывают. Потому что у нас было десять сердечек с топором с этим мечом, у нас только восемь. Но зато у нас урон намного больше. И давайте сейчас проверим. И мы еще и откидываем их. Откидывать это хорошо, потому что когда на нас бежит куча зомби, если мы их будем откидывать, то это очень и очень и очень даже круто. Но иногда бесит, потому что нужно к ним близко подойти и не хочется, наоборот, откидывать. Да, ребята, мы прошли задание. Да. Больше дополнительных миссий будут доступны в скором времени, да. То есть две мы выполнили, больше ничего нет. Круто. Так, давайте покушаем. Давайте покушаем, выложим все, что нам не нужно. Допустим, вот это, вот это уже можно выложить. Вот это можно и вот это можно выложить. Это, в принципе, вот так, давайте. Круто. Все. Круто, круто, круто. Ну, нормально. Фух. А, четыре брикстоун и два стоуна. Я вроде в предыдущей серии говорил то, что мы можем что-то купить. Четыре брикстоуна. Скаутс. Вот это я хочу. Вот это, ребята, я хочу. Давайте мы сразу же сейчас купим. Один фаудейшн. Вот. Вот, это скаутс, да. Ребята, новое здание. Давайте ее поприветствуем. А знаете, что это будет за здание? Это здание, ребята, мы, точнее, это здание нам даст как будто наших помощников. Мы сможем их отправлять за дропом, за всякими вещами, за заборы нашей базы. Они будут там что-то искать, потом просто-напросто приносить их нам назад и бесплатные ресурсы. Вот смотрите. Тут пока что ничего нету, да? Никакого здания. Давайте поставим. Ух, генератор нужно защитить. Твою мать. Есть какое-то там новое... Да, вот, ребята, новое здание. Прямо на глазах у нас новое здание построилось. Это очень даже круто. Ну, сейчас, давайте мы быстренько пойдем защитим наш генератор. Потому что, если не защитим... Мне, кстати, подписчик дал... Сейчас, дайте... Сейчас. Сейчас. О, стоять. А он отхилился, смотрите. Там было вроде 4 или 3 здоровья. Уже 5. Мне даже подписчик сказал, что, мол, чтобы защитить лучший генератор, кидай просто-напросто на этих зомби бомбу. И, действительно, я просто-напросто кинул на них бомбу, они просто все сразу умерли и даже не забрали одно сердечко этого генератора с собой. Это даже очень-очень круто. Мы спасли генератор. И, смотрите, ребята, у нас новое здание появилось. Давайте посмотрим, почитаем, что же там нам написало. Сейчас ты можешь отправлять скаутов, то есть твоих помощников, за поисками каких-то припасов. Они будут приносить эти припасы и складывать их в это здание. Точнее, на этот склад. Давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим, что тут такое. Угу. То есть три полочки. Синяя, зеленая и фи... Ну, фиолетовая или розовая, можно так сказать. Пурпурная, короче. Давайте, мы их можем отправлять уже? Да, мы их можем отправлять. Давайте посмотрим. Отправить скафтов за припасами. Ты отправил. Замечательно. Сейчас, ребята, я не знаю, может будем ждать, пока они придут. Или просто-напросто пойдем и выполним следующее задание. Мне кажется, давайте это вот так поставим. Это круто, это вот так, это сюда, это сюда. Четыре, пять, шесть. Замечательно. Хух. Ну что, давайте пойдем за основным заданием. Нам же нужно куда-то отправиться. Если честно, не помню куда, но все же. Идти за припасами с Виктором. Ладно, пойдем, начинаем. Ночь. Так, мы находимся тут, ты подожди тут. Витя написал, хорошо. Инспек... То есть, вот это... Проинспекти... Проинспектировать. Короче, облутать вот это шоссе. Давайте сейчас пойдем. Оу. Я спрашиваю. А ты сможешь починить вот этот байк? Он написал, возможно. Я поставлю его в машину. Ну, нифига себе. Круто, круто. Байк, офигеть. Так, опа. Ага, ага, ага. Это будем по чуть-чуть лутать. Ну, зомби тут, конечно, куча прям охренеть какая, как я могу заметить. И нам это... О, смотрите, там какое-то здание. Ребята, там какое-то здание. Или это не здание? Я просто не могу понять, что это. Сейчас мы пойдем облутаем его быстренько. Но сначала нам же нужно вот этих всех зомби перебить. А у нас... Не забывайте, ребята, то, что я одел новую пушечку. А в этой пушечке меньше здоровья, чем в обычной. Но зато урон больше. Зато больше урон. Мы убиваем с трех ударов, если без критических ударов. Вот так. И... На тебе, на тебе. Нужно... Нет, покушать не нужно, покушать не нужно. Зато я сейчас его вот так запинаю. Офигеть. Молота! Молоток, ребята. Офигеть. Вот это то, что тут даже молоток есть, это прям с ума можно сойти. Так, быстренько их перебьем. Стрела у нас есть? Сколько там у нас еще стрел? Уровень нам тоже нужен. Стрела у нас 15. Да. Я не скажу, что прям очень много. Если честно, даже очень мало. Ну что, зомбари. Идите сюда еще, она вас может гранату кину. Или не нужно? Просто их тут реально очень много. Иногда даже бесит их столько убивать, потому что это реально утомляет. Так. Вы за мной не следуйте. Так. О-о-о! Сундучок. Ага-ага-ага-ага. Круто. Все, что мог, я забрал. Ух, твою мать, ты меня прям напугал. Ты меня прям напугал. Тут ничего нету. Может, знаете, где-то спрятанные сундучки какие-то есть. Все создатели карт, мне кажется, любят так вот, знаете, прятать сундучки где-то. Где-то в таких местах, где ты просто-напросто этого не ожидаешь. Давайте сейчас покушаем. И потопаем. Офигеть. Ребята, может, хватит? Я понимаю, что вы любите зомби, что это как будто, ну, зомби-карта, апокалипсис. Но это реально офигеть. Уже сколько зомби. Они уже, если честно, надоедают. Вот так. Круто. Вот. Ага, то есть мы еще и сюда можем пойти. Зомби, ты где? Давай сюда. Мы тебя сейчас в машиночку затолкаем. Давай. Поехали домой. Поехали домой. Еще одна бомба. Еще один хавчик. Еще пять стрел. Замечательно. Стрелы, в принципе, да. Стрелы тоже нужны. Вот там еще один чурка. Давайте мы его тоже убьем. Не будем никого оставлять. Ведь нам потом, мне так кажется, нужно назад будет вернуться. Да? К Виктору. К Вите. Вите, она же там живет. Ой, я сундучок вижу. Ой. Ай, ай. Офигеть. Эм, да. Как я понял, лучше туда даже не подходить. Где я заспанился? Ага. То есть, да, я нормально. Я заспанился прямо на чекпойнте. Это замечательно. Я себя убил, но мне кажется, и зомби нормально покосил. Поэтому сейчас мы их быстренько перебьем. Заберем весь лут и потопаем дальше. Да, жалко, что, конечно, себя убили. О, это где еще? Ага. О, твою мать! Это что за хмень? Откуда он вообще появился? О, Стоунбрикс. Стоунбрикс это круто. Потому что, кто знает, Стоунбрикс это как материал для постройки новых зданий. Это очень даже круто. Мне кажется, стрел на них нет смысла прям очень сильно тратить много стрел. Потому что они и так очень живучие, если честно. Поэтому, мне кажется, лучше их бить мечом. Плюс к тому, мечи же у нас бесконечные. Оружие же у нас бесконечные. Давайте я даже покажу. Unbreakable, то есть бесконечные. Поэтому, мне кажется, лучше их стоит бить оружием. Плюс к тому, оно отталкивает, да. Мы их спокойно можем убить. И забрать их головы. Забрать, отрубить головы и принести домой. Ух, твою мать. Они такие, знаете, есть такие быстрые зомби. А есть медленные. Вот быстрые реально пугают немного. Потому что они на тебя прям, знаете, так бегут. А, я тебя сейчас сожру, зараза. Так, ага. Замечательно. Вот тут случайно нету багажника? Есть. Вот, нужно проверять. Потому что мы молотов нашли. А молотов на дороге, как говорится... Нет, всё-таки молотов на дороге валяется. Если мы кинем его на дорогу и просто-напросто подожжём вот эти... Зомби... Вот эти ноги... Ух, нифига себе. Вот, мы же кинули молотов на дорогу. Поэтому молотов на дороге валяется. Можно и так сказать. Ах и геть, что тут так много зомби? Ага, они то есть нападают... Витя! Витя, ты как? Витя, ты в порядке, браток? Витюша! Тебя там не обижают? Витя, ты там успокойся. Я сейчас приду. Так, хавать, хавать. О, тут ещё сундучок должен быть. Сундучок тут ничего. Ух, охренеть, сколько там ресурсов. Чё там, чё там? Помоги! Ага, что за хрень? Help me! Витя! Витя, ты там посторожней. Мы бежим. Мне кажется, вот этих зомби сейчас нахрен нужно всех пропускать. Потому что Витюша наш в беде. Витю нужно спасать. Браток наш. Опа, опа, опа. Между зомби. Витюша, ты там как? Витюша! Вот, смотри, какое-то здание. Мы туда не можем случайно пойти. Было бы реально круто. Витёк, ты там поаккуратней. Зомби, знаете, вот заспавились новые зомби по дороге. Охренеть просто. Я же не мог с той стороны вот так быстро перебраться. Мне нужно было всё-таки отбегать вот это всё. Витя! Витя превратился! Витюша! Как ты мог? Оу! Со спины? Паскуда, так нельзя. Охренеть, сколько вас тут. Вот это жопа просто. Мне кажется, что сейчас нас убьют ещё. Или нет? Главное, чтобы со спины опять никто не подошёл. Ща, ща мы их перебьём всех. Витюша! Витюша! Всё-таки укусили. Укусили Витька. Нашего братка. Витёк браток. Очень хреново. И что нам сейчас? Мы одни домой поедем. Потому что Витюша умер. Сволочь. Витюша сволочь. Весь опыт заберём и потопаем. Да! Мы решились одного выжившего. Мне... Я сожалею, Аарон. Я знаю, что вы были хорошими друзьями. Он мне пишет. Это не... О! Сейчас. Он мне пишет. Это не твоя вина. В этом мире люди умирают. Но нам нужно продолжать двигаться дальше. И потом мне пишет. Вот эти скоты. Скоты притащили мне лут. Средники. Ну, ща посмотрим. Потом Аарон мне написал. Сейчас, если я смогу, я отремонтирую вот тот бай, который мы нашли на шоссе. И он сможет работать нормально. Я ему пишу. Такие слова. Ага, то есть прошло какое-то... Вот почему он нас телепортировал. То есть я... Я вот этим пацанам говорю. Ну что, Аарон уже вернулся? А они мне пишут. Нет. И от него уже нету везти, как два дня. И они пишут... Они говорят то, что... Сейчас я уже начинаю беспокоиться о Аароне. Потом я им сгорю то, что... Да, все-таки в городе может быть опасно. Аарон что, дурак? Он пошел. Я как-то, знаете, запинаюсь и два раза одно и то же. Аарон что, дурак? Дурак. Вот так. Повторяюсь, не знаю почему. Потому что мне, в принципе, тоже интересно. В сети может быть большая опасность. Мне нужно... Наверное, я должен туда сходить, чтобы посмотреть, что там и как происходит. Вот Аарон дурак, если честно. Почему он пошел в город ремонтировать байки? Я понимаю, что там есть больше припасов, да, для того, чтобы отремонтировать. Но это хреново, потому что его там могут вздрючить те же бандиты, на которых мы наткнулись на заправку в предыдущей серии. И у нас следующее задание это отправиться в город. Да. Отправиться в город, это, конечно, очень круто. Давайте пойдем и посмотрим, ребята, что же нам-то вот эти скоты притащили, скоуты. Ага. Так. Пять стрел. А знаете, что я понял? Ага, это как будто уровни вот этих припасов. Они нам притащили самый дерьмовый. Если они нам притащат зелененький, то это уже средний уровень. Если они нам притащали вот это вообще розовый, то это, знаете, как качество пушек в CSGO, да. То есть синий, потом вот это идет фиолетовый, а потом розовый. Очень крутой. Но, конечно, красного Айнажа нету, но все же. И вот сейчас я понял. Это, если честно, очень даже прикольно сделали. У нас есть... Нет, у нас, к сожалению, не будет ресурсов. У нас есть три стоуна и у нас есть три стоунбрикса. А что нам там нужно для того, чтобы... Что нам там нужно? Скаутс, вот это у нас есть. Шелтер у нас есть. Фундейшн нам... Вот это. Ага, вот это нам нужно. Четыре стоуна, один фундейшн. Фундейшн мы уже можем купить, но у нас не хватает одного стоуна, ребята. Поэтому мы сейчас не можем это все сделать. А зато мы можем... Да! Давайте посмотрим, сможем ли мы улучшить нашу стену. Смотрите, какая она сейчас. И давайте сейчас улучшим и посмотрим, действительно ли она изменится. Аааа... Да... Вы заразы! Смотрите, наши помощники вернулись и ничего не принесли, паскуды. Нет, вы если ничего не нашли, вы можете даже домой не возвращаться. Вы нам тут вообще не нужны. Давайте посмотрим. Да! Смотрите, какой крутой забор стал. Прямо у нас на глазах, знаете, он просто-напросто изменяется. Так, что я еще хотел посмотреть? В этого чупча ничего нету. Ну, хилка, я не знаю, нужна ли нам. Мне просто интересно, есть ли тут... Нету. К сожалению, третьего задания еще нету. Поэтому дополнительных заданий у нас еще нету. Давайте выложим то, что нам сейчас не нужно. Ааа, вот это, вот это. Оооо, мы же... Ребята, мы же новый меч добыли. Вот смотрите. У нас 7 урона. У этого 6 и 5. Но зато у этого 6 и 5 у нас будет на 2 сердечка больше. Ааа, и кнокбэка не будет. Давайте, может, вот так поставим. Вот смотрите. Потому что, когда кнокбэк, это, если честно, иногда даже бесит. Потому что, когда тебе нужно быстро-быстро-быстро их поубивать, чтобы просто продолжить задание, а ты их отталкиваешь там на 30 метров вперед, и нужно потом еще подбегать, убивать, то это немного бесит. А в этого оружие... О, вернулись. Так-так быстро они возвращаются. Ааа, с этим мечом, вот это бейсбол бэд, это, то есть, бейсбольная бита, а вот это ножик, как переводится. Ну, что вы, заразы, принесли? Хлебушек! Хлебушек! Это, знаете, можно просто-напросто вот так стоять на базе, и отправлять их, отправлять, отправлять, и просто-напросто что-то рассуждать. Они будут вот так возвращаться. Давайте еще раз их отправим. Вот это... На 0,5 урона меньше, но зато на 2 сердечка больше. И зато нету кнопбэк 2, с помощью которого нужно будет подбегать каждый раз. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим. Молотова у нас нету. Давайте вот это поставим. Круто, 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 круто. А что мы можем выложить? Вот это выложим, вот это выложим, вот это, вот это выложим. Вроде все. В принципе, может... Ребята, как думаете, может нам еще пойти одну бомбочку сделать или пару? И как раз вот эти скауты вернутся до тех пор. Мы можем себе 3 бомбы сделать. Давайте сделаем. 1, 2, 3. Замечательно. В принципе, мы еще можем... И мы молотов тоже можем сделать. Давайте еще сделаем 2 молотова. 1, 2. Круто. Давайте его вот сюда поставим. Вот так. У нас прям весь инвентарь в лечилках, весь инвентарь в бомбах, весь инвентарь в молотовых. Это, если честно, даже очень круто. Еда. 11 стейков, 3 хлебушка. На какое-то время, в принципе, мне кажется, что даже хватит. Вот эти башки зомби, может нам их продать максимум и забрать. И просто-напросто купить себе стрелы. Да, скауты, вы вообще заразы. Я вам уже вроде повторился то, что... Если вы ничего не найдете, то можете даже домой не возвращаться. Но они и так, заразы, вернулись. Вот так. 54 стрелы. Замечательно. Что тут еще есть? Лечилку. Ну, честно, ребята, лечилку мы полком никогда даже не используем. Потому что до такого еще критического состояния, в том смысле, что нас так уже прям побили, что мы практически умерли. Хотя был вроде один раз, но мы и так как-то выжили. Справились. Ну что, давайте, может, я сейчас нажму на паузу. Мы еще подождем, пока эти чукчи вернутся. И потом продолжим. И, наверное, уже на этом закончим эту серию. Давайте подождем. Опа, опа. Наши ребята вернулись с хорошим лутом. То есть, эверейдж лут, это такой средненький лут. Гуд лут, это хорошенький. А потом какой-то офигенный, наверное, вот тот будет. Так, что? Ух, пушечку? Они нам пушечку притащили. Давайте сейчас посмотрим. Это мотыга. Мотыга. Давайте еще раз их отправим. В принципе, на этом уже будем заканчивать. Мотыга. Минус 8 здоровья. Это минус 4 сердечка. Охренеть. Зато плюс 10 скорости атаки. Или просто скорости передвижения, наверное. Да, скорости передвижения. И 7 урона. То, что, охренеть, сердечек очень мало, ребята. 7 сердечек. То есть, даже не 7, а 6. Это очень мало, ребята. Мне кажется, нас будут убивать, как не знаю что. Поэтому, вряд ли мы, наверное, вот это будем использовать. Давайте вот так. Ладно, мне кажется, на этом уже можно заканчивать, ребята. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы посмотрели эту серию. Если вы хотите больше Ходячих Мертвецов, хоть следующую серию, хоть прямо сейчас, то давайте поставьте хотя бы лайк, ребята. Я буду очень сильно этому рад. Ведь если мы наберем 700 лайков, то в ту же секунду выйдет следующая серия Ходячих Мертвецов. И, возможно, она будет даже не одна. Может, со мной еще кто-то поиграет. Посмотрим. Я не обещаю, ребята. Но все же я буду также очень этому благодарен, потому что каждый лайк для меня очень сильно важен. И, ребята, если хотите больше серии, то поставьте лайк. Также не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я отвечаю на ваши вопросы и просто-напросто с вами общаюсь. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад, кто вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Так, давайте вот это все заберем, что они нам еще притащили. И, ребята, я говорю всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.